Многозарядная винтовка Беннет-Хавиланд, США Большая часть века ушла на поиск оптимальных конструкций многозарядного стрелкового оружия и боеприпасов под него. Регулярно предлагались новые интересные конструкции, но далеко не все они смогли войти в обиход и закрепиться на рынке. Одним из примеров такого исхода любопытного проекта может считаться многозарядная винтовка Беннет-Амперсанд Американской разработки Она могла сделать 12 выстрелов без перезарядки, но не имела преимуществ перед другими образцами, представляла некоторую опасность для стрелка и не производилась заметной серией. В 30-х годах позапрошлого века оригинальную конструкцию винтовки предложили оружейники и Пенетус А. Беннет и Фредерик П. Хевилент из Г. Уотервилл, Шате. Мэн. Они имели некоторый опыт разработки и изготовления оружия. И не смогли пройти мимо темы создания и усовершенствования многозарядного оружия. Совместными усилиями два конструктора серьезным образом переработали уже известную архитектуру оружейной механики, в результате чего появился новый вариант оружия. Винтовка Беннета Хевиленда из музея. Н.Р. В феврале 1838 года Э. Беннет и Ф. Хевилент получили патент на свое изобретение за номером U.S. 603. Тема патента была обозначена как импровимент. Улучшение конструкции многокоморного оружия. Кроме того, в патенте новая конструкция упоминалась как В документе описывались два варианта новой механики, по сути отличавшиеся только компоновкой. В первом случае все механизмы располагались в горизонтальной плоскости, во втором в вертикальной. Принципы их работы были одинаковыми. Также в конце 30-х годов оружейники изготовили первые работоспособные образцы нового оружия, при помощи которых можно было проверить потенциал новой конструкции, а также привлечь потенциальных покупателей. Прототипы показали неоднозначные результаты. Действительно, подготовка к новому выстрелу занимала минимальное время. Однако средняя скорострельность была не слишком большой, а также имели место проблемы в области безопасности. Схема оружия из патента. Винтовка нового типа не пошла в большую серию, но мастерская Беннета и Хевиленда все же собрала несколько таких изделий. Они назывались по именам создателей. Беннет. Амперсанд. Хавиланд. Предложенная схема оружия имела разные названия. Ее именовали. Малтичеймбер репитер. Многокаморная многозарядная. И. Чейн-дривен репитер. Многозарядная с цепным приводом. Также существует малоизвестный термин револьверный магазин с гибкой с цепкой. Впрочем, схема не получила особого развития и потому осталась без общепринятого названия. По своей компоновке винтовка бенета Хевиленда Малая отличалась от другого оружия своего класса. Имелся длинный ствол, снизу прикрытый цевьем. За ними помещалась ствольная коробка с новыми механизмами, к которой крепился фиксированный приклад. Наличие новых механизмов особого рода придавало оружию особый вид. По бокам ствольной коробки выпирали некоторые детали. Серийные винтовки комплектовали стволом калибра ПАИНТ 4.0, 10,16 мм, с восьмиугольной внешней поверхностью. Ствол жестко закреплялся на передней стенке ствольной коробки. Важной его особенностью было отсутствие собственного патронника. Канал ствола по всей длине имел одинаковое сечение и нарезку. Патронники были выполнены в виде отдельных деталей. Эта особенность роднила винтовку Бенета Хевелинда с некоторыми другими образцами того времени, в том числе и с револьверами. Вид сверху на ствольную коробку. Ствольная коробка была выполнена в виде прямоугольного литого металлического устройства с набором полостей и канавок. Ее основная часть имела L-образную форму и предусматривала места для установки других деталей. Спереди на шарнире на ней крепилась откидная крышка. Замок для фиксации последний находился сзади, на уровне приклада. Его подпружиненная защелка также выполняла функции целика. Задние наплывы коробки и крышки входили в паз приклада. Там же находились некоторые детали механики. Внутри ствольной коробки последовательно поместили два вертикальных барабана, отдали на напоминавшие зубчатые колеса. Они выполняли функции шестерен для натяжения цепи с комарами. Передний барабан шестерня вращался свободно, а ось заднего была выведена наружу через отверстие в ствольной коробке. На оси закрепили ворот для управления. Вместо патронника в стволе предлагалось использовать набор подвижных блоков комар. Каждый такой блок представлял собой металлический брусок с продольным каналом комары с отверстием на передней стенке. Сзади на блоке предусматривались два шарнира для соединения с другими блоками. Верхняя поверхность была выполнена гладкой, а на нижней расположили брантрубку под капсюлей упоры для выравнивания относительно ствола, винтовкой с поднятой крышкой. Серийные винтовки Benet Ampersand Haveland имели 12 таких блоков комар, соединенных в замкнутую цепь. Цепь надевалась на вертикальные барабаны и при помощи ворота могла перемещаться в том или ином направлении, обеспечивая подготовку к новому выстрелу или перезарядку. Винтовка получила ударный спусковой механизм куркового типа, использующий отдельные капсюли. Курок открыто расположили под ствольной коробкой, часть деталей УСМ находилась в продольной прорези коробки, под цепью комар. Спусковой крючок помещался под защитной скобой позади ворота. УСМ не имел никакой автоматизации и подготавливался к выстрелу вручную. Серийные винтовки оснащались простейшими прицельными приспособлениями в виде нерегулируемых мушки и целика. Последний также использовался в качестве защелки для крышки ствольной коробки. Вид снизу. Можно рассмотреть, слава направо, курок, ворот привода цепи и спусковую скобу. Фурнитура винтовки была выполнена по моде того времени. Под стволом на хомутах поместили длинное цевье, а сзади установили приклад с погнутым затыльником. По эргономике многозарядная винтовка не отличалась от другого оружия своего времени. Перед стрельбой из винтовки Амперсант Требовалась длительная процедура заряжания. В каждую комару следовало загрузить порох, пыш и пулю. На брант трубку надевался капсюль. После подготовки всех 12 комар винтовка была готова к стрельбе. При помощи нижнего ворота стрелок должен был провернуть цепь и подвести очередную комару к казеннику ствола. Затем вручную взводился курок. Далее можно было прицелиться и нажимать на спуск. Освобожденный курок бил по капсюлю и выполнял выстрел. После этого можно было провернуть цепь, подвести новую комару, взвести курок и стрелять вновь. После 12 выстрела требовалась чистка комары новая длительная перезарядка. Винтовка из Акленского музея. В 1838 году мастерская Айабинета Ивпа Хевилен до начала производства нового оружия. При всех своих преимуществах, винтовка не слишком заинтересовала потенциальных покупателей. Изготовили менее десятка таких винтовок, и на этом производство остановилось ввиду отсутствия новых заказов. Что послужило причиной этого отсутствия спроса на многозарядные системы в целом или технические проблемы конкретной модели неизвестно. Малосерийные винтовки изготавливались только по одной схеме, их цепи с камрами располагались в горизонтальной плоскости. Винтовки с вертикальной компоновкой, насколько известно, не собирались. Разные образцы небольшой серии были похожи по конструкции, но отличались разными деталями. К примеру, одна из известных винтовок Айабинета Хевилен до имеет ворот в виде диска с дополнительными рукоятками, а на другой использовали литую деталь более аккуратных форм. Она же – вид сверху. Главной целью проекта Айабинета Ивпа Хевилен до было создание многозарядного оружия, и с этой задачей они справились. Действительно, винтовка имела готовый к применению боекомплект серьезных размеров и могла сделать серию выстрелов. Однако в остальном изделии «Беннет» «Амперсанд» «Хевиленд» было, как минимум, не лучше других подобных разработок. Наличие 12 камор, готовых к немедленному выстрелу, а также минимальное время подготовки к стрельбе были реальными преимуществами. При всем этом, винтовка сохраняла приемлемые габариты, массу и огневые характеристики. Особая конструкция цепи резко снижала риск неконтролируемого воспламенения боекомплекта, поскольку активная камора разворачивалась на большой угол и находилась на безопасном расстоянии от остальных. Таким образом, даже прорыв газов не угрожал воспламенению прочих зарядов. Главной проблемой было открытое размещение камор с зарядами. В каждый момент времени десяток блоков камор был направлен в разные стороны, их дольца ничем не закрывались. Это могло привести к потере части боекомплекта, к попаданию грязи и т.д. Предложенная конструкция казенника ствола и каморы могла не обеспечивать достаточную герметичность системы. Результатом этого мог стать прорыв газов, способных нанести травму. Капсюльный УСМ в этом отношении тоже не был безопасным и допускал нештатный выход раскаленного газа, ствольная коробка, вид сверху. Процесс подготовки к выстрелу занимал некоторое время, а после израсходования боекомплекта требовалась длительная перезарядка. Экономия времени на одних процессах полностью компенсировалась тратой на другие. Как следствие, при длительной стрельбе по средней скорострельности винтовка «Беннет» «Амперсант» «Хавиланд» почти не отличалась от современных казнозарядных систем под бумажный патрон. По известным данным, ЭА «Беннет» и ЭФП «Хавиланд» изготовили не более десятка многозарядных винтовок собственной конструкции. Подавляющее большинство этих изделий было утеряно. Достоверно известно только о двух сохранившихся экземплярах, ныне являющихся музейными экспонатами. Одна винтовка «Беннет» «Амперсант» «Хавиланд» в отдаленном прошлом принадлежала частному коллекционеру, а затем поступила в Музей Национальной Стрелковой Ассоциации США. Это изделие имеет признаки длительной эксплуатации в виде царапин и сколов. Под его ствольной коробкой закреплен ворот в виде диска с рукоятками. На крышке ствольной коробки выгравирована эмблема компании-производителя, также имеются некоторые прочие метки. Вид сверху использованы иные детали. Еще один известный экземпляр теми или иными путями в прошлом попал в Новую Зеландию, и сейчас находится в «Окленд Гуо Мемориал Мюзиэм» г. «Окленд». Эта винтовка отличается плохим состоянием, ее металлические детали лишились большей части покрытия. Характерной особенностью оклендской винтовки является литой четырехконечный ворот. В остальном конструкция двух сохранившихся образцов идентична. Две сохранившиеся винтовки «Беннет», «Амперсанд», «Хавиланд» представляют большой интерес с точки зрения истории стрелкового оружия. Они являются живым примером того, как в прошлом осуществлялся поиск новых идей и решений, и как некоторые перспективные предложения не оправдали возлагаемые надежды. Винтовка «ЭА». Беннет и ФП «Хавиланда» в свое время показала проблемы своей концепции, и дальнейшее развитие многозарядных систем пошло иными путями. По материалам.